Квартира Петра Миронова стала последней, куда проникли грабители. Ему о происшествии сообщили по телефону, когда он отдыхал на море. Мужчина вспоминает, сразу выехал домой в Курахово, где и увидел, чем закончилась попытка ограбления его жилья. Видим, что работник милиции стоит и задержанный лежит в наручниках. Работник милиции стоял, видно было, что была борьба, он весь грязный, стоял в пыли. Одного из грабителей задержали, когда он выбирался из окна этой Кураховской многоэтажки. Соучастника доставили в милицию сотрудники ГАИ. На момент задержания, когда задерживали сотрудники милиции, получилось так, что неожиданно сотрудник милиции один на один оказался с преступником, то добросовестные наши граждане не помогали, а просто снимали это на мобильный телефон. В милиции рассказали, и в остальных случаях подозреваемые проникали в квартиры днем, окна открывали отверткой. Только в Донецке за несколько месяцев совершено 19 таких грабежей. Подходили к квартире, к квартире стучали в окна, и соответственно, если хозяева не выглядывали и не давали о себе знать, совершали кражи с данных квартир. Выходили после совершения преступления или открывая двери уже через подъезд, или если дверь невозможно было открыть, назад через окно. Задержанные большинство награбленных денег, а это по их подсчетам тысячи долларов, тратили на наркотики, рассказали в милиции. У подозреваемого другое объяснение. У меня мать заболела, рак. Можно сказать, большинство от этого и толкнуло, когда узнал. Потому что деньги нужны были большие. Ну, это не оправдание, в принципе. Задержанные уже имеют судимости за разбой и кражи. В этот раз каждому из них грозит до шести лет лишения свободы. Ростислав Сысоев, Панорама. Продолжение следует...